Второе сообщение. Можно вас тоже порадовать? В Германии, да? Как-то вот все об этом. Грабителю удалось счастливо избежать, или надо говорить счастливо избежать, вы не знаете? Счастливо избежать. Избежать тюремного заключения благодаря недугу крайне редкого рода. Недуг у него перманентная эрекция. 32-летний Бауман, строитель по-нашему, был приговорен к году тюрьмы за ограбление нескольких домов в городе Белефельд. Но в исправительное учреждение преступник так и не попал, поскольку был госпитализирован с диагнозом острый приопизм. То есть стойкая патологическая эрекция члена. Как рассказал обвиняемый, одним утром, ранним, он обнаружил свое достоинство в полной боевой готовности. Сначала это обстоятельство не вызвало у него дурных предчувствий. Ну, мало ли, стоячок, как было из школьной годы. Ведь такое случается со многими. Но с тех самых пор эрекция не ослабевала. Все усилия врачей, направленные на усмирение взбунтовавшейся плоти, потерпели фиаско. После недельного лечения медикам удалось лишь чуть-чуть приспустить вздыбленный флаг. Вот, несчастному даже пришлось пройти полу... Замедли, как Сергей причмокнул? Полуторочасовую экзекуцию, во время которой безжалостные скулапы втыкали в органы голки, пытались заставить его сжаться. Но тщетно, через пять минут, тот возвращался в исходное состояние. И вот он предстал перед судом с торчащей хренью. В результате служители фемиды прониклись бедственным положением под судимым. Сказали, да, какой бедный человек. И освободили от наказания на то время, пока он не избавится от своего... То есть, свобода человека конкретно привязана по жесткой схеме к коррекции. Представляете, вот как хорошо. Пока стоит, он не сидит. Это логично. Ну, спасибо, Геннадий, что послушали, как у вас сегодня с утра.